В состоянии восторженного полета. Но если он находится в состоянии восторженного полета сейчас, когда ему 70, то представьте себе, каким он был, когда мы с ним познакомились. А познакомились мы с ним, хоть сомнодалеком, невероятно далеком, немыслимо далеком. В 43-м году многие сейчас в этой коммерке. И было нам по 14 лет с Лешей. И с тех пор, значит, вот уже 56 лет мы связаны с ясной дружбой. И надо сказать, что в этом мире, который не становится теплее, а может быть, наоборот, становится холоднее, это само по себе события совершенно уникальные. И я не устою благодарить Бога за то, что Он таким чудесным образом свел нас в этой жизни вместе. Я этим не запомнился. Я совсем не намерен раскопить его. Свидетельствует о том, что Он безумно и пылко-молод, и даже просто как бы вызывающий молод, потому что... И что у Него все вот так, безобразно. Да, безобразно молод, я бы сказал, да, совершенно верно. И он полагает, что эта выставка не является итогом его жизни, а это как бы такая, наверное, я и говорю, выставка. Ну вот, а итог, друговая выставка, а это полагается им накануне 100-летнего возраста. И я бы очень хотел сделать ровкое предположение, что, может быть, и мне тоже удастся особо одним глазком посмотреть на эту выставку. Но это уже из области дерзких предположений. Я хочу сказать, что я дружен не только с Лешей Казанцевым, но и Ниночкой Казанцевым, он мой близкий друг. И Сереже, и Алеша, сыновья Алеши Казанцевым. У нас с ними замечательные отношения. И я хочу пожелать этой роскошной, замечательной семье всяческого счастья, здоровья, достатка, а ее патриарху, совершенно немыслимой красоты, семьянину, недостигаемому для всех остальных, пожелаю творческого успеха, здоровья и всяческих радостей. Итак, у нас пошли друзья. Где-то у нас тут Борис Иосифович? Жутовский? Жутовский? Жутовский. О, Русский. О, Русский. Сердечно поздравляет юбилеем, открытием выставки, желает долгих лет жизни, радости творческого труда, новых достижений в искусстве. Сидоров, Успенский, Буткевич, Жульев, Воронков, Кошелева, Орлова. Такую телеграмму мы сегодня получили из Москвы. Отдай телеграмму, отдай. Я так и не поняла, куда же тот, что-то, пока его нет, тогда кто может нестовко заменить? Только Карпов. Ну ладно, ладно, а что Карпово? Значит, мне остается только присоединиться ко всему тому, что было здесь произнесено Виталием Михайловичем, от лица всего коллектива Ирбитского государственного музея поздравить нашего дорогого Алексея Федоровича с праздничком, с таким замечательным большим юбилеем, и все, семейство, всех его друзей и так далее. К сожалению, вынужден констатировать, что по целому ряду объективных причин, и прежде всего финансовых, мы не успели подготовить каталог, цветной каталог отпечатать его произведения из нашего собрания, а у нас их 85 на сегодняшний день. А что в конверте? А мы сегодня приготовили ему в подарок вот его именной конверт почтовый с его картинкой, с его 70-летием и так далее. А где тогда Брусиловский? Лешенька, да, замечательно. Извини, сейчас, войди в кадр. Вот так, вот так. Ниночка, сделай приятного. Вот на все, готов лишь бы не говорить, а? Леша, теперь выйди из кадра. Сейчас, да. Лешенька, тут, как бы, сказано было многое, но всего сказать невозможно. Я тебя очень люблю. Ты замечательный наш друг, товарищ. Мы прожили замечательно, еще не прожили, но проживаем замечательную жизнь вместе, рядом. Рядом, ты всегда, в мастерской, всегда можно зайти, выпить стакан хорошего зеленого чая. Ниночка готовит замечательные снижения. Не об этом. Не, не, не. Имена об этом, имена об этом. Леша, ты сделал прекрасную выставку. Я ее еще не видел, но я знаю. Я знаю, я знаю. Тут Витя уже сказал, что плакат, где так блистательно изобразил тебя твой сын, парящим художником, который, в общем-то, ну, как бы, продолжает свой замечательный путь, творческий, замечательный, художественный. Я тебя очень люблю. Я люблю всех твоих друзей. Желаю, чтобы все были здоровы, живы, и чтобы у всех, у многих, по крайней мере, сохранилась та энергия, с которой есть Леша у тебя. Я тебя целую. И люблю. Так, ну, говорят, 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 а давайте все-таки сделаем имениннику еще такой подарок. Давайте, давайте. Уже тоже не появился. Я вас поздравляю. Я вас поздравляю с открытым. в выставке молодого художника. Начинаем с ним. Изначально нам незнакомого, сильно начинающего, в прошлой жизни занимавшегося вот таким вот ужасным реализмом, а теперь делающий настоящее, никому не понятное, от этого дико привлекательное искусство. Я понимаю, что иногда он просыпается, ему хочется вернуться к старым, тем более, когда видит Воловича. Это так привлекательно. И потом дираться некуда. Но потом он закрывает глаза и начинает заниматься настоящим искусством. А Волович начинает бегать по городу, потому что из полутора миллионов жителей 700 тысяч у него знакомых, из которых 696, он не знает, как забудет. и не знает, как он не знает. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, все мы улыбаемся. Лёшка, я тебя поздравляю с отвагой и юности. Жальны, жальны. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Слава Богу. АПЛОДИСМЕНТЫ Можно? Как обещала. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Чуть я не пропустил самый замечательный кадр. Я хотела бы сказать буквально два слова. Я очень люблю половину человечества. Если бы не было вот такого замечательного примера. Спасибо, Лёшка. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за это. Я очень люблю его. Я люблю его семью. Я люблю его творчество. А самое главное, Он действительно, как правильно сказал, сейчас предыдущий, выступающий, всегда молод. И главное, у него еще очень многое в переделках. Это бесчастливое. Да, да. Друзья, друзья, не... Вы тогда шли к нему на свидание. Так, жутушки. Ну, чтобы было здорово. Ну вот, мы сегодня принимаем в свое общество молодого, неопытного семидесятника. Он должен теперь пройти курс молодого красноармейца, семидесятника, прежде чем мы ему выдадим собесший документ. Кажется, новая жизнь, молодая, веселая. Дальше я скажу науку. Вот что касается творчества Алексея Афанасьевича, он вообще удивительный человек. Для меня совершенно непонятный. Хотя, знаю его тоже уж очень много. Во-первых, я у него в мастерской бывал. Вот эти все свои произведения, вот этого круга, он где-то прячет, я не видел. Может быть, ты по-прежнему работаешь там у старого трамплина? Где ты свою живопись начинал? В свое время, начало живописи, он не успевает сбросить лыжи на трамплине и за картину. Было. Был такой грех. Я очень рад, что сколько у нас сейчас стонаний, тяжелых вздохов, что искусство наше чуть ли не погибает. А на самом деле искусство, лишний раз доказательство, эта выставка вообще находится в самом рассвете. И то, что стоит здесь молодой, неопытный семидесятник, это прекрасно. Мы его потом поджигаем в разведку. Спасибо. О его хитрости я скажу в другом месте по другому поводу. Семидесятником обожжем. Лёшника, как-то не верится все. Что не верится? Что ты такой прекрасный зал, как красиво ходил. Очень давно как-то было, когда мы с Лешей ходили на ход. Это было очень давно. Это вместе с Геннадием Мосиным. Вот так это было давно. И вы знаете, помимо того, что сказано, он прекрасный человек, семьянин, в хозяйстве, тут надо сказать, в хозяйстве он прекрасный. Как он ведет хозяйство, надо еще поучиться к другому. Но какой он лесной человек, это загадочно и сказочно. С ним приятно быть везде. Но когда подходит вот какой-то у человека маленький подведение, маленького итога, пусть сказали, юные семидесяти. Но маленькое такое подведение в прошлых лет. Что здесь как-то вспоминается такое. Что человек сделал? Или должен сделать по жизни? Посадить дерево. Вы знаете, у Лёши целый сад. Построить дом. Посмотрите, какое у него хозяйство. Это большой в этом знаток. И вырастить сына. Какие сыновья вы знаете. Он все по жизни успел сделать. Все. Лёша. Придумай, что делать дальше. Нет. Приезжай в баню. Приезжай в баню, да. Ниночка, поздравляю. Итак, друзей здесь слишком много. Если всем давать слово, эта процедура затянется на часы. Давайте все-таки еще раз поздравим именинника с выставкой. С тем, что он невероятно холод, с тем, что он невероятно энергичен. Поздравим второго участника мистерфея, Сужанова Эдуарта, с тем, что он рискнул на совместную депозицию. Но тоже надо иметь дело. И давайте будем поздравлять. О, боже мой. Бедный мальчик обидел Лёшу. Дорогие друзья, постоять, выслушать все эти речи и посмотреть работу. Вот этого праздника не было, если бы не было вас. Потому что это все делалось для вас. Потому что такие друзья, как Жутовский, Валович, Брусиловский, это вдохновители мои. Но главный вдохновитель, организатор так называемых этих всех моих небольших побед, это вот Нина Павлович. Нет, потому что если бы не она, этой выставки бы не было. Если бы друзья, которые помогают мне, это друзья, с которыми я общаюсь, как говорится, в другой сфере. Это вот Михаил, вот, подойдите, пожалуйста, я поговорю. Пермяков, виновник вот этого всего торжества Освина, Пермяков Михаил Степанович. Дело в том, я объясню так, дело в том, что он рискнул заказать своих собачек мне написать. И поставил такое условие, только, говорит, напиши мне портрет моих собачек. Портрет, понимаете, с каким он удовольствием и любовью говорит о своих собачках. Это был удивительный труд, потому что позировали... Эксперимент страшный. Так вот, есть еще приятели и друзья, с которыми мы общаемся. Я еще хотел бы, вот, по поводу собачек, я хочу сказать, почему мы иногда человека называем, он похож на козу, на волка, на корову, понимаете, на птичек. А по той простой причине, что мы интуитивно понимаем, что они, наши младшие братья, на самом-то деле имеют очень ярко выраженную индивидуальность. И тот, кто держит любого зверя, держит именно потому, что он восхищен индивидуальностью своего зверя. Вот за это я попробовал, чтобы вот... А у него талант такой, что он это сделал. Спасибо. Есть очень удивительные люди, как Малков, главный врач больницы. Виталий Павлович, нет, Владислав Ильич, такой, как Баталов, это мои друзья, которыми я общаюсь с другой семьей. Ну, конечно, я бы не мог эту выставку сделать, потому что не было бы, если бы Горбачева, я бы хотела бы, такой красивый не было. Понимаете, если бы не было бы Жанна, не было бы каталога, не было бы моего такого прекрасного сына, как Сергей, не было бы такой фишки. То есть я могу перечислять, перечислять, потому что есть такой клуб-рефей, где удивительный человек работает, в Акске. Макс, может, покажите, у него такая бабочка? Нет, потом. Вы подскажите, покажите, покажите. Потому что этот человек коллекционирует мои работы. И вот он сделал из этих коллекций маленькую выставку. Они сделали бы удивительный альбом, где разговор ведет Волович в этом альбоме, а я рисую Воловича в этом альбоме. Это всего рук этого удивительного человека. Понимаете? То есть столько друзей, которые во всем мне помогают. И вот спасибо вам. Я могу кого-то забыть, не обижайтесь на меня, потому что я действительно волнуюсь. Так вот, спасибо, спасибо еще раз, спасибо всем, кто сюда пришел. Почему? Потому что вот ваша сердечность, она как-то меня вдохновляет. Итак, еще один изменение к сегодняшней Эдуард Куржаток. Ну, во столько, что... Пойдемте открывать коробку? Ну, конечно, пойдемте. Ну, конечно, пойдемте. Надо там посмотреть, готово нет, и тогда... Сейчас будет. Будет. Шмутки гладят. Молодец. Молодец, молодец. Я вот сегодня только узнал, что ты двигаешься победителем. Сейчас тоже не надо. Нет. Все, не все. Сегодня? Вот сегодня нет. Сейчас молодым человеком. Бежим. Недобро и славы, что-то сам. Доброе, что-то сам. Ну, как же? Джанинский лет ты сам, на казанцебле? Запус что ли? Да, был. Да, хочется, чтобы... Ну, Павел. Ты для меня готов? Ты для меня готов? Слушай, а что с вами было? Не знаю, я с твоим что-нибудь Веролисеевна? Нет, я-то целую неделю Я целую неделю Я целую неделю 24-25-24 Что время? Даже не раз А самурами Да Я целую неделю Я целую неделю Такой старый Я целую неделю Я прошу вам Это ваша права Я вас обожаю Прошу вас А вы готовы? Спасибо Спасибо Я это сладо Привет Привет Молоденька Привет asa Привет Привет Здорово Привет Крас βαq Здорово Здорово Привет Как Democrat Здорово Здорово Продолжение следует... 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 Продолжение следует...